Начнем, благословясь. Значит, мы все еще на псалмах Кабалат-Шаббат. И я хочу заметить, вот неожиданность, которая проявилась при чтении первых по порядку в Сидурье, в данном случае не по порядку в книге Бхилим, вот это важно, не по порядку в книге псалмов, а по порядку, как они расположены в книге Бхилим. Кабалат-Шаббат от 94-го по 99-й или по 100-й псалом являют собой встречу не субботу, а встречу Бога. Понятна связь субботы, очевидно. Но на самом деле, после того, как читают, наконец, вот теперь, где вершина? Перелом происходит именно в гимне Шлома Аль-Каби Цалыха Дади, Иди Ближний, где, наконец, встречают субботу. Причем куплеты там пополам. Вначале Шамор Вазахор, то есть суббота, радость, потом вдруг идет совершенно очевидно мессианское описание встречи мессианской субботы, а в конце Боихала, Боихала мы встречаем субботу настоящего времени. То есть как раз Шлома Аль-Каби Цалыха проделал действительно уникальную вещь, вот перелом, который происходит при встрече субботы. Это перелом именно на гимне Лыха Дуди, когда мы встречаем не только субботу мира грядущего, но встречаем текущую царицу субботы. Вот все-таки, ну давайте к нам вот приходит царица суббота. К нам, нет, мы, конечно, надеемся, но это не суббота дня грядущего, которая нам сегодня предстоит. Вот завтра вечером, может, конечно, и наступит суббота дня грядущего, но, как бы это сказать, в Талмуде есть чудесный диалог по поводу того, что, как известно, Коэнам запрещено служить в храме выпившие, когда они выпили вина. И задается вопрос, может, им вообще нельзя пить вина, потому что в любой момент их могут позвать служить в храме в наше время. Вот придет Машех, и Коэнам надо будет все бросить и бежать служить в храме. Вот, а, соответственно, какие же пьяные Коэны, ну, да, это невозможно. Так вот, ответ, что все-таки, ну, не настолько же все-таки, ну, лот в дыках, да, не настолько же все это сегодня произойдет. Так вот, все-таки, ну, суббота, вот завтра наступит, ну, скорее всего, с курочкой и всем, что положено в субботу. И по этому поводу кончается, как положено в Талмуде, как написано, выходит, как раби Ханина, да, Боихала, Боихала, приди невеста. Замечательно. После чего, после чего, в Сидури мы благополучно переходим к к два субботних псалма. Вот, в Сидури мы ханаем, это загломлено два субботних псалма. И это 92-й и 93-й. Значит, почему они два субботних? Да, чтобы было понятно. Предыдущие были каким-то образом обозначены, вот, чтобы было понятно, шесть псалмом, соответствующим будням, дням, недели. Предыдущие, вот, от 95-го и дальше. Я сейчас поговорю по поводу, для предыдущих недели, я скажу об этом пару слов. Но, а это вот про субботу. Окей, давайте про субботу. Итак, псалм, мизмор, мизмор шир, мизмор шаббат. Я хочу заметить следующее, что правильное чтение, именно вот такое, мизмор шир, лыем га шаббат. Вот, обратите внимание на чтение, которое я сейчас даю. Оно ровно соответствует знаком контиляции. Я слово контиляции часто употребляю. Я не думаю, что каждый раз я должен объяснять, что это значит, но это знаки для ритмического чтения, как, что, соответствует чему. Вот, а, ну давайте я подключу сейчас это самое. А, отдай мне заширить. Да, 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 полсекунды, полсекунды, полсекунды. Есть. Вот она. Она, она. Что там видно? 92-й, да, там видно? Мизмор шир, мизмор шир. Так вот, вот то, как я перевел псалом песни дня субботнего, это как в седуле, это как в молитве. А должно быть, у меня лежит издание, как с масорецкими пометками о правильном ритме, и правильно, как поют синагогах. Мизмор шир, лэйом ха шаабад. Вот, именно так. То есть, правильно выглядит так, что заголовок у нас мизмор шир, а именно псалом песни, точка, для дня суботнего. Вот, это правильное чтение. То есть, это не песня дня суботнего, а это мизмор шир по жанру, но это именно для дня суботнего. Ну, отлично, коли у нас есть для дня суботнего, то мы ждем прекрасно, давайте я просто вот займусь самой простой вещью, я буду просто читать, что здесь. Тофлагадотла шэмлэзамэрлэщим хаэльйон. Прекрасно возносить хвалу Господу, петь имени твоему возвышенному, Всевышний. лагадит бабокерхаздеха вэмунатэха бэлэйло, рассказывать утром о покровительстве твоем и о верности твоей по ночам. Под звуки десятиструнной лиры, десятиструнной естественно берется, потому что ассор это десять, ровно поэта, только поэта. И под звуки арфы почему-то не хватает продолжения строки, потому что есть еще алэйгэйон бэкинор и алэй ассор, алэй под звуки арфы, под звуки лиры, ну, в общем, не важно. Под разные музыкальные инструменты. за то, что ты симхатани, что ты обрадовал меня своими деяниями, я деяния рук твоих воспеваю. Как велики дела твои Гошем, Господи, как глубоки замысли твои. Вот чуть-чуть пауза здесь. Пока это похоже на кучу других псалмов. Значит, мы благодарим за что благодарим? Мы благодарим, мы поем, мы играем на музыкальных инструментах за то, что нас обрадовали дела рук твоих, да, как велики деяния твои, как глубоки замысла твои. До сих пор я думаю, что это тот же псалом, который, например, псалом о как велики творения твои, там аисты в горах гнездятся, там горные кролики скачут, выходит человек утром в поле приступать к трудам твоим и провозглашает как велики дела твои, Господи. То есть речь идет о создании мира, это суббота, мы говорим, что суббота шамор вазахор помнит день субботний, потому что шесть дней творил, то есть речь идет о шести днях творения. О чем здесь может идти речь, невеже не понять этого, глупцу не признать этого, не почувствовать этого. Кстати, между прочим, в куче книг, например, в книгах мудрости, слово логовинь, понимать, это чувствовать, это ощущать, это не понимание инженерное, как мы обычно понимаем это слово, а это понимание, данное в ощущении именно. Значит, невежды не познать, а ксиль, при этом, это, кстати, очень хорошее слово. Слушайте, я хочу вопрос, не останавливаться на особо замечательных словах, или лучше не углубляться именно в текстуальные всякие дела? Мне только углубляться. Углубляться. Слово ксиль, оно замечательное слово. Вообще ксиль, это среди всего прочего сила. Но ксиль, это еще дурак, придача ко всему глупец. И часто, особенно в книге притч царя Соломона, это наглец. По причине того, что, судя по двум, по крайней мере, употреблениям, первоначально исходное значение слова, это жир в районе поясницы и ниже. Давайте скажем, интеллигентно. Вот. По этому поводу вот эта тупость, заплывшей жиром, вот это регулярное ругательство книги псалмов, кстати, заплывшей жиром, как синоним тупости. на самом деле имеется в виду мысль человек, который за жратвой забыл весь мир. Не имеется в виду осуждения людей с соответствующей фигурой. По этому поводу, вот то, что здесь сказано, ксиль, это который не чувствует. Вот почему я сказал слово явин часто означает не интеллектуальная вещь, а именно вещь чувственную. Он тупой и не чувствует. По-моему, это существенная такая тонкость языковая. То есть один невежда он не понимает, у него проблемы с мышлением, у него не хватает инструмента, инструмента мыслительного. А второй не хватает чувств, он не хватает ощущения данности. Что же непонятно в том, как прекрасен мир, ну, кстати, между прочим, зажравшиеся люди как раз очень хорошо ощущают, как прекрасен мир. Люди гедонисты, те, которые любят хорошо и вкусно жить во всех отношениях, они-то как раз знают, что мир прекрасен. Но тут говорится, что нет. это не совсем так. Что же им не понять? Процветают злодеи, как трава. Выглядывают, и циц, это прорастают, на самом деле, правильное понимание. Слово циц, ну, мы много раз встречали, это хохолок вообще-то. по этому поводу они прорастают, прорастают, творящие беззаконие, чтобы пропасть вовеки. Ты же вовеки возвышен Гошем. Ты же Господь возвышен на веке. Стоп! Давайте чуть-чуть еще раз. У нас первая часть до шестого стиха, это мы поняли первоначально как гимн творения. Потом вдруг говорится, что человеку не понять то, что было описано выше, и вдруг стали говорить почему-то про злодеев. Причем вот 9 стих «Ты же навеки вознесен Господь», он, ну я не буду сейчас структуру показывать псалма, но псалом идет по нарастающим строкам, строки нарастают, нарастают, 8 и 10 стих безумной длины в оригиналах, а между ними находится 9 стих, который просто вот супер короткий, он вообще в одну строку, он не делится, он не дробится пополам. Есть разные теории, вот например, для того, чтобы уложиться в ритм, некоторые считают, что надо укладываться в ритм, и тогда 9 стих на Духани, на том месте, где пели левиты, поется очень длинно и крайне акцентированно становится. Ты же вовеки велик. Что дальше? Ибо вот враги твоих Ашем, вот враги твои пропадут, исчезнут все творящие преступления. Дальше. Ветерем керем карни, а мой рок ты возвысишь как рок буйвола, по всей видимости. Вот тут ну, давайте я не буду читать лекцию по поводу, кто такой Рэм. я как-то считаю, что это скорее буйволов, чем Орикс, но объяснять это долго. Хотите картинки? Я могу картинки показать, если кому-то хочется, я могу картинки показать. Сейчас открою. кто-нибудь видит животинку? Нет. Должна появиться. Но, понимаешь, я боюсь, что он не дает переходить. Сейчас, сейчас, я пересерю. Закрыть, почему-то он и соображение безопасности не дает, он дает возможность только их отдыхать. Нет, я просто удивлен, что он экран мне не дает просто открывать экран и все. Говори, соображение безопасности они сделали так, что человек не может показывать все, что у него есть в компьютере, а только открытое окно. А, я раньше экран позволял открывать. Вот это животное Орикс. Кстати, по-моему, африканский, я не вижу. По-моему, африканский все-таки. Давайте, попробую еще открыть какого-нибудь Орикса. О, а вот это наш. Белый Орикс появился? Нет, мы не видим, старик, тебе надо, я Медстайр. А, мне каждый раз отдельно надо открывать, хорошо. Медстайр, но это не от меня. Я хотел просто, чтобы он открыл мне экран сразу. Какие-то опции, сейчас, секунду, я проверю. Почему-то он не хочет открывать мне просто экран, а у меня есть экран, который я хотел бы, чтобы он всегда был открыт, а почему-то он не хочет это делать. Ну, хорошо, я вот... вот тут написано Dual Monitor Recommend, вот я сейчас сделал, попробую в следующий раз. Тут написано Dual Monitor Recommend, может быть, это связано. Ну, неважно, попробуй в следующий раз, может быть, Сейчас я попробую, значит, может быть, экран пустят. На расстоянии даже не видно, что их там два, они сливаются, там очень маленький угол между рогами и прямой, высокий, удивительная, красотая вещь. По этому поводу вот этот вознесенный рог, он регулярно появляется во всевозможных текстах. Но дело в том, что при, если вы найдете всевозможные отрывки, где упоминается вот этот рем, да, то вы обнаружите, что только вот учтите, что то, что я сейчас покажу, это реконструкция этого животного, это не само животное, его реконструкция. Это тур, вот который, это тур, их сейчас выбили, вот, веки в 14-м где-то только. Согласитесь, что вот этот рок, если вознесен, да, то это куда серьезнее, чем тот. Тот скорее хорош для балета, а вот этот для войны. А вот этот для войны. Тот для еды. Нет, это животное, по-другому, для еды. Но дело в том, что я могу сказать, почему мне не нравится Рэм. В книге Йова Рэм как Орикс, почему не нравится, хотя куча народов мне пытаются доказать, что это точно Орикс, но мне не нравится это. Ну, во-первых, в Владиславении Йосефу, когда говорится о том, что он идет как бык, как Рэм, и там ясно, что это боевые легионы, то ясно, что вот это животное не то легкое. Но, во-вторых, есть куда более интересное место. В книге Йова есть место, где говорится, когда Всевышний описывает природу, в конце книги, там, 39-й, что ли, в главе, там описано, ты ли выпустил осла в пустыню, дикого осла, там имеется в виду анагр дикий, там слово перо употреблено, дикий осел, а освободил его от уст, ну и так далее. Он ничего тебе сделать не будет, он будет дико ходить. А дальше идет, запряжешь ли ты Рэма в плуг, чтобы пахать на нем, повезешь ли ты на нем, добро свое. И понятно, что уж запрягать, как быка, то вот этого дикого, быка, а не Орикса. И поэтому мне-то как раз очень нравится, что это бык. Но и вознесется, как, значит, ну давайте я теперь все это закрою, эти замечательные картинки, и мне еще сегодня понадобится показывать другие картинки, кино, это заширить. А теперь где это? Вот она. Значит, и под имя и будет вознесен рок-мон, а я буду мощен елеем благовонным. Елеи благовонные это духи вообще, это просто духи, потому что это в наше время духи делают на спиртовой основе, а в те времена их делали на масляной основе. Это просто духи. Одеколон. Духи. Окей? Значит, но так как речь идет об уничтожении врагов, то когда говорится, что мой рок вознесет, то в общем мне кажется, что это боевые рога должны быть. Ну, то есть вот тот тур. Мне очень хочется того тура взять. Значит, увижу я собственными глазами гибель врагов моих, собственными ушами услышу о гибели в восстающих против меня дословный перевод. Далее цадик Катамар Ефрах праведник будет цвести как пальма, как возносится вверх, как кедр ливанский. Ну, для тех, кто не видел кедров ливанского, я могу и кедра ливанская показать. У меня все схвачено. Кедра ливанская сейчас, где он кедра ливанская? Ну, посмотрите на эту лобочку. Вещь красоты неописуемая на самом деле. Тот, кто был на Голланах где-нибудь, в Израиле на Голланах, ну, или даже в горах ливанских, он действительно вещь, которая рядом с ним быть, чувствует себя так же восторжен, как рядом со слоном. Силы зачерпнуть. Что? Силы, да. Силы зачерпнуть, вот когда видишь, такой хочется обнять и зачерпнуть. Да, 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 он излучает эту силу на того, кто находит рядом, он просто будет, ну, человек ощущает, к нему изливается эта сила. Это кедр ливанский, вот так он выглядит. Ну, вариация на тему сосны, только, ну, понятно, что мочтовые сосны рядом не лежат. Вот, это про кедр ливанский, а дальше говорит, и процветать как пальма, я тоже хочу показать вам пальму, только необычного вида, все, может быть, и видели пальмы, но такую пальму грех не показать. Естественно, это картинка эсхера, ну, эсхера, да, мы-то привыкли пальму воспринимать как символ стройности, да, вот, эсхер, это иллюстрация, кстати, к райскому саду, у него есть серия гравюр, иллюстрация к райскому саду, к рассказу о творении, вот, это туда-то, эта иллюстрация туда шла, вот, эсхера все знают этого художника, да, вот это вот, да, только ты произносишь так непривычно, ну да, эсхер, ну, вообще-то он голландец, я правильно, я произношу его правильно, его произношают почему-то по-английски, а он, у него немецкая фамилия, он, эсхер, это неправильное произношение, просто наоборот, это фамилия, он, конечно, эсхер, вот, значит, обратите внимание, почему я имена это всегда выбираю, вот здесь хорошо видно, что пальма, это символ плодородия, и вот то, чего художнику удается, вот эти грозди на пальме, намек на женскую грудь, из песни-песни, да, дай залез, стан твой как пальма, грудь как финика в грозди, думал я, дай залезу на пальму, схвачусь, ну и так далее, да, вот, вот этот намек, который художнику, по-моему, мне кажется, удалось передать, вот этот намек, на вот этот вот образ с песней-песней, то есть пальма, на самом деле, она символ, и вы можете посмотреть отсюда, где как символ идет в библейском тексте пальма, и она всегда символ плодородия, а не символ стройности, это мы примыкли стройно как пальма, да, ну и в песне-песне стан твой похожий на пальму, то есть мы видим, что этот образ, он всегда есть, но вообще-то основной символ пальмы это плодородие, безусловно. Окей? Значит. Давайте я вернусь сюда. Значит. Вот праведник, он будет вот как пальма, как кедр ливанский, посаженный в доме Господнем, в дворах Бога нашего будут цвести или приносить плоды. Вот то, что это чисто поэтический образ, это очевидно по причине того, что на территории храма посадки любых деревьев запрещены отдельной заповедью, настолько, что, например, на территории храма деревья при постройке храма используются в весьма специфическом только виде, чтобы даже намека не было на растущие деревья. И понятно почему. По этому поводу, когда вы здесь читаете посаженные в доме Господне в храм, во дворах Бога нашего цветут, то имеется в виду, понятно, что вся земля, имеется в виду дворы праведников, имеется города праведников, но не надо понимать буквально это значение храм, то, что в храме деревьев не было, это свидетельство всех, кто его видел, что там даже близко деревья не подпускались туда. И в старости будут приносить плоды и сохранять соки и свежесть твою, чтобы рассказывать, что прям Гошем мой, моя твердыня, и нет не в справедливости у твердыни моей. Последнее для тех, кто не замечает, это цитата прямая в самом начале песни слушайте Гаазину в книге Дворим, в книге Второзакония, уже почти к концу, 32 глава, хацуртамин паало, коль драхав мишпад, эль имуна, вэйн эвэль, значит, твердыня, совершенно деяние его, все пути его суд, бог верный и нет несправедливости. обратите внимание, что слово цур вэло авлата во просто перенесены из песни Гаазину из песни в конце второзакония в конце пяти книж. Это просто прямой перенос оттуда сюда. Вот теперь вопрос, что мы спели. Вот теперь я полагаю, что пришло время просто понять, что же мы такое спели. Спели мы что-то странное. В честь дня субботнего ясно, что спели мы совершенно не о творении. И первая часть псалма была к творению имеет какое-то отдаленное отношение. и дела рук твоих великие и обрадовал Хошем деяниями свои. Это не о сотворении мира, это о другом. Чем же обрадовал? Обрадовал уничтожением злодеев и процветанием праведников. то, чего до этого невежда и глупец не понимали. Вот теперь они это почуяли на своей шкуре. Тем самым однозначно и нет другого варианта понимания, что речь идет не о наступающей субботе, а речь идет о наступлении субботы мира грядущего. То есть это туда же, в те же псалмы, которые мы читали. Воцарился Господь, да, за этим должно быть. Читаем. Следующий псалм за ним, сразу же, 93-й. Хаше Мелех, Господь, Малах, извините, Господь воцарился. Хаше Малах, Геус Лавеш, облачился величием, облачился Хаше мощью, опоясался. Опоясался это боевой пояс, да? Не колеблется вселенная, не покочнется. Твердый престол его с тех пор, во веки ты. Реки вздымаются, несут, вздымают реки, голос свой, несут реки валы. Это вот что по-вашему? Мы это читали, на самом деле, в 99-м псалмеп, да? Все реки хлопают в ладоши, радуются горы перед Хаше ибо он идет судить землю, судить вселенную справедливости и народы честно. реки хлопают, вот она вот вам, как реки хлопают? Это овация, речь идет ведь о овации, овация это радость по случаю воцеления царя в данном случае. И реки устраивают то, что им положено, как умеет водопад ревет, да? Реки потоки орут от радости и дальше там на самом деле оригинал у меня не получился громче ревущих вод грозных морских валов. Миколат маем рабим агирим межбреям там вот так вот это читается в оригинале. то есть это громче ревущих грозных морских валов. Агир бомаром хаше надо дополнить слово голос туда величественный голос всевышнего высоты свидетельство твои вечная истина оазис твой свят надолго на все времена. Это прямое продолжение предыдущего псалма. То есть это шир льем ха-шаббат ха-акит. По этому поводу я с некоторым удовольствием зачитываю последнюю мишну трактата томит. Значит трактат томит посвящен каждодневной службе в храме. Как в храме служили буднего дня, служба буднего дня, с утра вот храм от утра до вечера общественная служба в храме. Там вот в семи главах она описана. В конце приведен следующий список. Вот песни, которые левиты пели в храме. В первый день они пели то-то, во второй то-то. Я еще остановлюсь. Значит, в шестой день они пели «Воцарился Господь облачился величием». Все говорят, да, Хашем «Воцарился Господь» в 93-й псалм. 93-й псалм. Пелся в шестой день в пели. В субботу они пели псалм «Песнь дня субботного», то-есть 94-й псалм. Далее идет пояснение Мишны. Псалм для пения в грядущем, для дня, который весь сплошная суббота и покой на всю жизнь миров. То есть, вот то, что я сказал про то, что 92-й псалм является псалмом не наступающей субботой, а грядущей субботой, об этом это понимали, это не современная трактовка, это времена храма понимали. И Мишна открытым текстом это признается. Это признается. Причем в одной из рукописей кембриджская так называемая рукопись Талмуда, Мишны, я говорил, кембриджская рукопись Мишны, здесь есть приписка. Я не знаю она это откуда эта приписка, считают ли они в оригинале. В первый день святой благословен он сотворил свой мир, во второй его все прославляют, это о смысле псалмов, вот эта подборка семи псалмов по семи дням в неделю. В третий он восходит на судный трон, в четвертый он взыскивает с преступников, в пятый дает награду праведникам, в шестой он царь над миром своим, 93-й псалом, в субботу прекрасно возносить хвалу Господу, петь имени твоему Всевышену. То есть кембриджская рукопись Мишны просто открытым текстом говорит, что суббота в этом псалме это суббота седьмого тысячелетия. На самом деле вот что здесь открытым текстом сказано в этой приписке. Вот теперь мы понимаем, почему из блока от 92-го псалма. Да, кому интересно, я предлагаю дома, я не буду просто здесь останавливаться, дома посмотреть, положить рядом 90-й псалом, псалом молитва Моше Человека Божьего, заголовок у него идет, и положить его рядом с 92-м псалмом, псалмом на день субботний, и сравнить их, и вы увидите, что они просто пересекаются, они просто перекликаются друг к другу, одно является ответом на другой, то есть не ответом, а там диалог между двумя псалмами происходит. Просто дома займитесь, вы увидите, что там есть диалог между этой парой псалмами. Но я же обещал сказать, что произошло с 94-м псалмом, за что 94-й псалм вроде бы у нас получилось, что у нас читает 92-й, 93-й, а в начале читает 94-й, 95-й, 96-й, 97-й, 98-й, 99-й и сотый у Сефартов. И правильно читает у Сефартов, я еще раз наполняю фокус. вот такой. 94-й псалм в этом списке, это псалм дня 4-го. Четвертый день они пели «Бог отмщения Господь, Бог отмщения явись». Вот она. Вот она. И кембриджская рукопись пишет качество примечания, в четвертый он взыскивается преступника, в четвертый день недели. Теперь, почему я столь ехидно отозвался о приписке, которая в Сидуре был учтите, Маханаевский Сидур псалмы против дней недели, который с 94-го по 99-й. Он не сам это придумал, он списал Сидура он, вы учтите, что я там руку приложил у Сидура весьма активно, это списано с другого молитвенника, где это принятое примечание. Примечание Яковсона есть в комментариях к Сидуру, это классика. Но вы знаете молитвы будних дней, и это последовательно 24-й, 48-й, 82-й, 94-й, 81-й, 93-й, 92-й. То есть это не те псалмы абсолютно. Из псалмов дней недели в этом списке присутствуют только 93-й, 92-й, которые субботние, как бы, пятница и субботние. А 94-й, 4-го дня недели, мы благополучно пропускаем. Начинается этот псалом совершенно захватывающим образом. Эль накамод Гошем, эль накамод хофия. Бог отмщения Господь, Бог отмщения гибись. Высказывание мудрецов в порядке комментария. Велико отмщение, которое стоит между двумя именами Божьими. Эль вначале, накамод, отмщение, потом Господь. Хорошо. То есть, о чем отмщение читает? Вознесись правитель земли или судья земли, воздай гордецам возвышившимся, доколе злодеи, доколе злодеи будете веселиться. Разговаривают, высказывают мнение, говорят заносчиво, похваляются все совершающие злодеяния. Народ на политиков похожа. Что? На политиков очень похоже. Между прочим, это очень тут надо понимать некоторые веселые слова. на самом деле амар это говорит, лагитамер это возвратный залог, говорите. Только по смыслу в иврите употребляется в значении похвальба. но по этому поводу вот в гимне например в гимне Йом-Кипура вроде бы мы говорим о тебе а ты говоришь о нас но там хвалимся вот там вот это вот значение слова употреблено маамир это хвалиться мы хвалим тебя а ты хвалишь нам вот это хвалиться оно вот оно хвалятся всякие действующие преступления народ твой угнетают притесняют убивают вдов и пришельцев и убивают сирот и говорят не увидит Господь не заметит Бог Якова почувствуйте невежды когда же образуетесь глупцы никто не слышит что произошло только что вот этот восьмой стих задумайтесь люди невежественные когда же выразумитесь глупцы между прочим только что вам процитировали псалом дня субботнего то есть невежда не знает глупец не чувствует что они прорастают только для того чтобы их уничтожить вот вам здесь Бог отмечения 94 вот эта самая фраза она о том что предшествует вот эти проглянувшие те на которых жалуются 92 псалом нехорошие люди не понимают вот они здесь это это вот по поводу разве сотворившие ухо не слышат разве сотворившие глаз не увидят или не видят я просто удержаться от этого анекдота невозможно каждый раз когда я читаю этот строку я всегда вспоминаю этот анекдот где кто же это был я уже забыл кто Раф какой-то говорил что нет такой вещи в мире которая не была бы предсказана в библейском тексте тогда ему мрачно сказали ну а телефон где там упоминается он говорит ну как это ханутэ озан халло ешма тот кто создал ухо алло услышит алло ешма вот значит этот стих для меня навсегда остался связан с этим анекдотом потому что это действительно хорошая анекдота разве не осудит наказывающих народы разве не юхе это предъявлять обвинительное заключение разве не упрекнет тот кто даровал людям разы хашем знает мысли человеческие ибо хэмэ хэмэ вот теперь вот слово хэмэ которое мы часто говорим и оно часто встречается слово хэмэ мы привыкли понимать значение суета переводится а говорят что вообще-то слово хэмэ это либо пар либо дыхание что связано друг с другом понятно я делаю порог причем пар такой легкий порог так вот мысли человеческие поднимаются как пар вверх поэтому хашем их знает потому что мысли они взлетают они не остаются внутри человека это хэмэ они видны счастлив человек которого страдает от бога и учит когда учит учения чтобы сделать спокойными для него воды злодейские когда перед злодеем разверзнется бездна ибо не оставит хашем народа своего и удела своего не оставит ки отцедок ешуф не шпат ибо суд вновь станет справедливым а за ним потянутся все честные сердцем кто заступится меня против злодеев кто станет рядом со мной против преступников если бы не хашем азрата ли если бы не хашем не был помощью мне то уже в могиле была бы душа моя если я скажу поскользнулся я покровительство милость твоя меня поддержит в многочисленном отчаянии утешение твое радовало душу мою утешало неужели поддержишь престол жестокий собираются в легионы злодея против души праведника и осуждают на смерть господь будешь мне крепостью бог будешь мне укрытием обрати гнев на них самих пусть погиб погубит их собственное злодеяние погуби их господь боже наш вот теперь на самом деле мы понимаем почему этот псалом не включен в каббала шаббат но не видеть что этот псалом в этот цикл входит воцарение господня это надо умудрить а он туда входит сто процентов он его неотъемлемая часть без этого псалма мы теперь хорошо понимаем что происходит песнь дня субботнего радость природы воцарению Гошема и суд предшествующий и 94 псалом это суд и уничтожение предшествующего царства всевышнего он в этом цикле 94 псалом абсолютно органичит если это суббота мира грядущего в 92 псалме то 94 это канун этого суда это вот этот суд по этому поводу это врачное атмосфера мрачное в смысле ужасающее слово мрачное я забираю я заменяю ужасающее атмосфера прихода Всевышнего и которая кончится праздником в 99 псалме когда будет где-то что же я забыл господь воцарился шумят народы да выседающих на хурафина воцарился содрогается земля ну и так далее и поди теницу святой горы и бы свят господь бог наш это все вот этот цикл грубо говоря наступление суббота но поэтому но мы говорим про субботу все равно не гоже не гоже в субботу говорить о мести хотя месть дело великое и есть месть вполне священная о чем свидетельство 94 псалом но где курочка вот Натан неправильно сказал что суббота ту которую приди невеста что такое приди невеста невеста приди невеста это свадебный пир курочка я шучу про курочка но гости белые одежды белые одежды в смысле праздничные да где курочка все-таки мы читаем еще раз не книгу псалмов вот если бы я читал просто книгу псалмов я бы здесь остановился но я читаю седу я читаю молитву и там молитва дня субботнего она перед курочкой давайте вернемся и прочем еще раз песня дня субботнего еще раз мизмор ширлы йом га шаббат первые шесть стихов которые действительно кстати те кто был в синагогах и слышал стандартный мотив который поется я опять не умею к сожалению я бы спел вам но я опять не умею пусть поет кто умеет да это действительно очень субботний мотив действительно вступление покоя и идея первых шести стихов незморщих песни дня субботнего она очевидна речь идет именно об идиллии давайте найдем где идиллия кончается ответ идиллия продолжается с тринадцатого стиха тринадцатый стих с тринадцатого по шестнадцатый праведник как пальма растет возносится вверх как кедр ливанский посаженные в доме хошема во дворах бога нашего процветают до старости сохранят соки чтобы рассказывать что честен хошем твердыня моя и нет несправедливости утвердыни моя а вот куда я куда я искал куда я искал куда я делать слово цури ответ утверды моей перенес конец стиха это 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 суббота вот обратить на это замечательное внимание что оказывается от тринадцатого стиха до шестнадцатый стих идиллия первых шести стихов продолжается а вот что выпирает это стихи с семнадцатого по седьмого извините по двенадцатый процветают злодеи враги твои пропадают вижу я собственными глазами гибель врагов своих вопрос кто-нибудь догадывается к чему я все это веду что это а я сейчас скажу к чему я веду а веду я это к тому псалму который я считаю настоящим субботным псалмом который не суббота не мир грядущий а двадцать девятый псалма псалом который кончается господь над потопом воссел на царском престоле выседает господь навек господь дарует силу народу своему господь благословляет народ свой шалом благополучие да образ очевиден двадцать девятого стола смола псалма образ очевидный это вселенская катастрофа от первого по десятый стих там всего один стих вселенская катастрофа который шумят ангелы гремят воды моря рушатся кедры скачут трясутся горы трясется пустыня разбиваются животные обнажаются леса высшем храме его все провозглашает слава господь восходит на престол на земле потоп и катастрофа вселенская и тут господь благословляет весь свой народ мир образ ноева ковчега где вокруг катастрофа а мы плывем двадцать девятого псалма вот теперь его перенесите в девяносто значит от в первый куплет от второго по шестой стих люди сидят в том самом ковчеге и рассказывают о делах всевышнего и замечу дела это не сотворение мира это суд и это воцарение всевышнего вокруг от седьмого до двенадцатого стиха вижу собственными глазами гибель врагов своих это та самая катастрофа двадцать девятого псалма а дальше продолжение субботы на самом деле вот про субботу и курочку двадцать девятый псалм вписывается достаточно хорошо вокруг может происходить что угодно кто-то кто-то вознесет кто-то неправильно живет и живет счастливо а у меня а у нас суббота а у нас суббота а нам все равно что ли в субботу да а у нас сегодня суббота у нас все что снаружи будет завтра а сегодня у нас суббота это про субботу с курочкой вот ту самую о которой нам необходимо сказать ну вот по-моему по-моему вот этот каббалат шаббат который упорно возвращает нас в будущее не в сотворе а брать внимание что на самом деле происходит довольно странная вещь шамор вазахор помни соблюдая и помни два аргумента ибо в шесть дней сотворил бог о начале времен ибо рабом ты был когда вышел из Египта это соблюдай да это отсылка к выходу из Египта а каббалат шаббат это отсылка к будущему это про будущее вот это третье измерение субботы которое не замечается регулярно что суббота это кроме памяти о двух прошлых событиях сотворение мира и сотворение еврейского народа имеет третий аспект а именно мир грядущий мэйн улам хаба как поется в субботу нечто в стиле да нечто в стиле на самом деле айн кроме слова глаза имеет еще значение оттенок нечто оттенка мира грядущего вот каббалат шаббат встреча субботы это встреча мира грядущего и это основное наполнение всего того что читается перед ходом субботы и это то что при внимательном чтении псалмов которые подобраны становится весьма ясно именно этот аспект субботы это будущее и про него говорили каббалисты в данном случае именно его они имеют ввиду я правильно поняла это отсутствие суда между человеком и человеком да что отсутствие суда нет суда не судим друг друга не осуждаем ну смотрите в субботу осуждать друг друга да это и в будни бы не стоило делать а суббота она про другое суббота это вне времени на самом деле я хочу заметить что суббота это вне времени и это можно легко доказать как-то не странно эта идея о том что суббота находится вне времени она например в рассказе о мане которая в субботу не портилась вот вне времени находятся две веки суббота во времени и храм в пространстве он тоже вне времени находится и опять тоже доказательство из мана мана положенной кувшин с маной положенной в святая святых сохранялся бесконечно абсолютно время пока его решили не убрать потому что ему поклонялись слишком серьезно поклонение слишком серьезное было но в святая святых ман хранился великолепно веками его еще показывали народу во времена царя Хиския хотя ман портился напоминаю уже на следующий день но не в субботу потому суббота это такое вне времени это очень важный такой аспект субботы который да в каббалат шаббат что мы вступаем во время безвремени там этого не говорится нигде там говорится именно о будущем мэйн оттенок мира грядущего окей ну тогда у меня такой вопрос зачем нам это нужно и что из этого следует но вот теперь по-моему я ответ дал зачем нам нужно понимать эти псалмы эмиль был вопрос да у меня такой вопрос ну вот исходя из этого конечно тут надо еще ответить на вопрос при всем при том что вы все правильно сказали конечно я согласен вот каков как говорится тама митсва то есть смысл заповеди шаббата да в чем в чем смысл ее да то есть там не имеется ввиду там вкус курочки или вина или кигеля там а вот самой заповедь да и даже из того что вы сказали тут возникает как бы вопрос то есть этот мизморли то да значит это псалма благодарности то есть этот день еще наступил очевидно ашкиназим его придерживает на тот случай когда этот день уже наступит тогда когда этот шаббат будет значит весь день будет шаббат да то есть полностью будет шаббат то есть пока он не наступил значит этот мизморли то да он еще как бы именно в шаббат он как бы рановат немножко. И вместе с этим связано то, каков смысл заповеди. То, что надо хранить, и все это понятно, что Всевышний осветил этим нас и все выполнением этой заповеди. А вот в чем смысл самой заповеди? Как вы думаете? Для нас или для мира? Это как бы одно и то же почти что. И для нас, пока это для нас, а вообще это и для мира. То есть мы соблюдаем шаббат не только для себя, вот в этом тоже важность. Для меня суббота это всегда традиционно, для меня суббота традиционно это тот самый ковчег всегда был. Ковчег спасает человечество, а не только кого-то, только ноя. Это для спасения человечества ковчегу строй. Я хочу заметить одну довольно важную вещь по этому поводу. А как вы понимаете вообще седьмой день творения? Вот суббота творения. То есть, чего начинают Вейги Эра, Вейги Бокер, Ёмхашиши. И был вечер, и было утро, день шестой в смысле прошел. Я ответил на этот вопрос. Как вы понимаете, седьмой день творения, это же центральный вопрос в этой истории. Ну да. Что произошло в горних, высших мирах в этот день? Без ответа на этот вопрос как бы дальше довольно трудно двигаться. Ответов множество. Ответы философские и всякие разные подобные ответы, их вы же сами понимаете, великое множество. философы, вот когда у нас была плеяда философов друг за другом, от Робейн Ниссим, Абербанель, кто там еще у нас из этой плеяды был? Значит, сейчас я напрягусь, гершанит, вот это плеяда, где-то 14 века, 14-15 века, они всегда говорили про то, что суббота, это, ну, суббота первая, которая имеется в виду, это момент, когда миру был предоставлен действует по законам, установленных в этом мире, то есть без прямого и непрерывного вмешательства вселишнего. То есть это отказ от творения, вселишний прекратил творить, творить в том смысле, в каком они всегда говорят, ешме айн, творение нечто из ничего, экс нихил, так, как говорят на латыни, да, в таких случаях творение из ничего, вот оно прекратилось в конце шестого дня, седьмой день, это мир стал действовать по своему разумению, без, в нем ничего не творится нового, как бы, в нем действует закон, ну, мы про чудеса пока молчим, да, тем самым суббота это когда Всевышний предоставил миру действовать, как ему было задумано действовать, да, сдача мира в эксплуатацию, вот хотите, хочу обратить внимание, что рассказ о том, в книге царств, когда рассказывается про то, как царь Соломон построил храм, то рассказ об освящении храма говорится абсолютно теми подобными словами, и был завершен храм, и все сосуды его, сдача эксплуатации. После этого храм прекратили строить, и он начал работать, как ему и положено. Тогда в субботу, вот первое, что очевидно, в субботу как бы человек, вот теперь начинается вторая проблема, что такое человек в этом мире? если самый простой ответ, что человек главный, чем человек, который создан по образу и подобию Божьему, то главное подобие человека к Богу, она очевидна. Человек это творец, человек это творческая личность. Любой человек, не важно, что делает пожилитель. В первую очередь, это творческая созидающая, давайте другое слово потребим, пусть он не обязательно художник или скульптор, он лично созидающая, не важно, что он созидает, созидающая личность. и суббота это повторение человек позволяет окружающему пространству, экосфере, какое слово умное знаю, то же самое, что экология, то же самое, что экономика, эко это то, что вокруг, да, по-гречески, экосфера, это вот искусственная среда, в которой я живу, вокруг себя, предоставляет ей жить, как она хочет. И человек, собственно, в субботу должен ощутить себя творцом, который любуется делами рук своих и смотрит, как мир им построен и функционирует без его вмешательства. Кстати, это, по-моему, вот все, кто родители взрослых детей, отлично знают, о чем я говорю. А ведь, согласитесь, их нервно смотреть, как дети предоставленные, которым мы отпустили, дали вольную, да, они сами сбежали, конечно, гады, но, скажем, мы им дали вольную, функционируют без нас. Вот то же самое касается всего мира. И это, по-моему, есть главный смысл субботы. Мир, существующий по законам своим, и окружающий нас малый мир, который существует по законам своим. По-моему, суббота это вот это. А в чем заповедь тогда? Что мы делаем в шаббат, допустим, когда приносится курбан или что-то, да, там есть или очищение, или прославление, или что-то еще? А что мы, собственно, празднуем в этот шаббат? Для чего мы делаем этот шаббат? Вот в чем вопрос. То есть, то, что вы сказали, все верно, все очень интересно и верно, я согласен. но вот у меня есть как бы немножко чуть-чуть другое толкование, но все-таки попробуйте. Давайте попробуйте, потому что я не понимаю вопроса. Я говорю, что любая заповедь, любая заповедь, она нас чему-то учит, она для чего-то, она что-то делает. Я вам тогда скажу вот свое мнение, если вы уже... В шаббат был создан... То есть, в творении, в себе творение был создан идеальный мир, фактически. Это тот мир, к которому мы должны стремиться и который нам, так сказать, должен быть примером того, к чему мы, в конце концов, должны прийти. Он был абсолютно гармоничный. До греха Адама и Хавы, значит, который произошел накануне шаббата, накануне седьмого дня, весь мир был идеальный. Это есть идеальный мир, это не только тот, который Всевышний оставляет его, он его оставляет как бы созданным по определенным законам, он очень красив, он очень хорош, и это тот мир, идеальный мир, который как бы, ну, который должен быть перед нами образцом. То есть, шаббат, таким образом, получается, что мы как бы репетируем этот день, который должен быть прийти, этот шаббат, то есть, в этот шаббат мы оставляем все по нашей возможности. Это, конечно, не райский сад, но мы все делаем для того, чтобы это было похоже. То есть, у нас пища готова, мы занимаемся духовными делами, учим Тору, нам запрещено заниматься каким-то, что-то менять, потому что к седьмому дню мир был абсолютно завершен, это день рождения мира. То есть, мир, вот, творец, который закончил свою работу, и теперь вот он смотрит на нее, он уже ничего не хочет в нее вносить, ничего не хочет менять. То, что он был испорчен, то, что мы теперь должны возвращаться, вот, это уже другая проблема, да, то есть, она как бы противостоит, шаббат противостоит всей нашей конкретной жизни на земле, и мы как бы должны иметь этот образец, не только его видеть и думать о нем, мы должны его переживать. вот это, это переживание этого будущего мира, это и есть вкус шаббата настоящий, да, то есть, пережить то, когда мир был завершен, и тот, кто, ну, там, кто-то говорит, так, душа, там, я не знаю, слова разные, вот, но тот, кто погружается в шаббат, он как раз, это главная идея, то есть, погрузиться в этот мир, вот, когда он, почему грусть, когда он заканчивается, почему, когда мы делаем в долгу, у нас такие песни, все, потому что этот мир, к которому мы должны в конце концов прийти, и вот, то, что мы его переживаем, это нам дает, как бы, какие-то силы и какое-то направление и какой-то смысл, чтобы... Если я правильно вас понял, то это, собственно, то, о чем я говорил весь вечер. Да, да, все правильно. Суббота – это мир грядущий и некоторый кусочек мира грядущего. Это кусочек мира, это западная суббота. Надо вкусить немножко от него. И понятно, что там вот рамбомовская теория о мире грядущем, где все заняты духовными делами, потому что все сыты, и у них есть время, которое позволит им заниматься духовной жизнью, да, ну, рамбомов... поверьте мне, это не социалистические происки, то, что я сейчас говорю, это прямо прописанный текст. Если не верите, посмотрите в конце Мишне Тора. То суббота он как раз вот это, все сыты и занимаются духовной деятельностью, потому что они сыты, потому что у них есть возможность и время. То есть тот самый мир грядущий по рамбому, который целиком духовный, и это такой кусок мира грядущего, это вот то, чего рамбом нам говорит. С рамбом как-то спорить не принято, как известно. То есть его мнение приводится обязательно, можно соглашаться или не соглашаться, но не надо с ним спорить только. Ну, он говорит о мире грядущем, а шаббат является репетицией этого мира грядущего. Да, безусловно. И тогда я подхожу к псалму 29, то есть благодарности, да, то есть как бы можно понимать так, что это благодарение должно быть после того, когда этот день наступит, его как бы приберегает этот псалм для того дня, когда уже будет за что благодарить. да, то есть только в ушкинадских седурах этот псалм читается каждый день после кобезы грядущего. Но то, что он читается каждый день, это аспект земной, благодарность каждодневная, это, знаете ли, тоже нельзя отменять. Я там долго рассказывать про библейский подход, двойной подход земной и небесный почти ко всему на свете. Там, если вы внимательно читаете пяти книжек, то вы обнаружите там регулярно про одно и то же событие, рассказано два раза, причем один раз об основании земной, второй раз об основании небесной. Ну да. Ну да. Это нормально. Нормально. Это нормально, да. Это нормально, но как бы вот этот, то, что он читается каждый день, он имеет в контексте каждого дня, он имеет какой-то другой смысл, поэтому и вот этот курбан туда, он приносится каждый день. А в шаббат, если мы приносим в шаббат курбан туда, так получается, что он уже наступил этот вечный день, вечный шаббат. О, абсолютно правильно. Кстати, аргумент формальный ашкеназов, почему они не читают цога, потому что карбан туда в шаббат не приносит. Это их формальное обоснование. И это не только формальное, это и смысловое, получается, что мы не можем пока благодарить то, что мы только репетируем. когда будет уже... А вы не обязаны понимать это как про карбан туда, мисс Борбе, туда мы можем сказать что-то по словам благодарности. Да, конечно, конечно, я не говорю, это можно без этого даже нигде. Это формальное как бы подтверждение, но... Конечно. Ну, хорошо, спасибо. Окей. У меня вот этот вопрос возник, но ведь идеальный мир это не значит, что если мы к нему стремимся и когда достигнем, он будет тогда в застывшем виде, получается, если так вот не добавить, что в нас заложено стремление к совершенствованию, то есть совершенствование будет постоянно е, потому что тогда получается, что когда достигнем мы абсолюта, то это соответственно мы как бы создадим, ну, грубо выражаясь того же Всевышнего. вот то, что вы не даете мир. Мир душ и мир грядущий земной это два разных мира немножечко. Будет ли совершенствование души в мире грядущем это еще такой интересный вопрос. Насколько дело того, что динамика мира грядущего, мира духовных миров, вы извините за слова, за терминок, которые я сейчас пользуюсь, насколько этот мир изменяется, насколько в нем возможны изменения, это такой тонкий философский вопрос, метафизический, который ну вот входить мне сейчас право не с руки. А вот то, что мир грядущий, который описывает рампом на земле, безусловно, он динамический, там возможны изменения, там возможен духовный рост, это совершенно очевидно. Это совершенно очевидно. И там это есть. И, конечно же, по-другому это просто нельзя понимать, потому что рампом как раз говорит про то, что мир грядущий даст возможность безграничному духовному народству. Да, это как бы можно сказать, что совершенствование не в том, что мы как бы свою мораль совершенствуем или какие-то свои грехи исправляем, а вот так как художник или поэт или писатель, то есть сказано песню новую. То есть эта новая песня, она все время будет, то есть она все время заново и обновляется, и споняется. То есть но это другое совершенствование. Совершенствование художника. Это что вы сказали, да, Ширихадаш при встрече суббота новая песня, это не имеется в виду, давайте забацаем чем-нибудь новенькое, да, а это песня нового мира, где мир изменился. Песня новая, потому что мир стал другим. А в новом мире будет свой грядущий мир? О, да, это мы попадаем туда, куда я я очень уважаю Абе Сааде Гаона, который очень рекомендует лезть в темы, которые то, что называется зазовеса. Это издержка нашей логики просто. Рассудок, он не, он ущербен. Надо совершенно разума другую. Я понимаю, мы с трудом представляем мир, где цель не ясна, да, а в мире грядущем, как мы его описываем, непонятно, чего мы хотим достичь, потому что, если мы хотим достичь совершенства, то это как-то очень неопределенно. Хотелось бы иметь поставленную вешку, да, куда мы идем. не просто взять Азию вот туда, а ориентир нужен. Очень трудно себе представить мир, где вот совершенствуется, доколе совершенствуется будет, но совершенству не от предела, как известно. Вот я про это имела в виду. Смотрите, музыку Баха вы можете слушать бесконечно, вас никогда не насытит она, вы все время будете открывать что-то новое и, в принципе, возможны и другие творения. То есть, мир творчества, он сам по себе бесконечен, разнообразен и бесконечен. То есть, если человек этому себя посвящает, то это и есть мир грядущий. Искусство в каком-то смысле его тоже предвосхищает. Я считаю, что хорошее произведение, оно как бы шаббатом является, в каком-то смысле. Ну да. Окей, господа, мы можем закругляться. Грубый вопрос. Ну, если надо, да. Ну да, но смотри, я думаю, что надо на нашей встрече ограничивать полутора часами. Это иначе не для всех. Окей? Ладно. Отпускаем мера. И если остаются вопросы, это очень хорошо. Все, шаббат-шаббат. Шаббат.